У меня будет совершенно другой подход, весьма не персонифицированный. Именно некое общее впечатление, ну а уж там кто найдет что-нибудь похожее на себя, то есть создалось впечатление, что, конечно, здорово сады шагнули по всей нашей необъятной стране и чем дальше от Москвы, тем, по-моему, даже и лучше сады. Люди, наверное, там более трудолюбивые, находят времени больше заниматься. Потом, не соглашусь с Павлом, что, мол, такая центральная композиция с поляной большой и с пустарниками, она вроде как там, ну не знаю, сжила себя, нет. Мне так кажется, что как раз заметно люди здорово оформляют периферию садов и на многих работах не видно ни соседских крыш, ни каких-то вторичных построек, заборов, которые не всегда красят, маленькие и средние, ну даже большие сады. И многие научились драпировать периферию своего сада прекрасно. Тут и композиции с травами, тут и с какими-то дикоросами, тут и вписывание в имеющийся ландшафт с березами, соснами произвел впечатление. Видимо, это где-то за Уралом происходит дело. Из малых архитектурных форм произвели впечатление работы Центра детского творчества. Там, где вполне приемлемыми средствами и, в общем, такими доступными ресурсами, приятные игрушки, не игрушки, но образцы оригинального архистроительства. Вот. Что еще хочется? Значит, вот заборы прекрасно. Исключили поляны. Это, по мне, так хорошо. Ну, получается, что даже в рамках 6-9 соток, 12 соток, получается, как бы, такая одна большая комната, ну, на языке квартира, квартира-студия. Вот. А не малогабаритные, там, клетушки, когда... Я сам за кулисой. Кулисы, это тоже там есть очень хорошие кулисы, когда действительно сад разъединен на зоны, и кулисы тоже хорошо. Вот. Но вот кулисы кулисам рознь. Чтобы не было мелкопильчатости такой, как раньше. Здесь вот у нас огород, здесь у нас там что-то такое. Вот. Вот сейчас этого нету. Сейчас люди действительно научились решать пространство, мне кажется, целым довольно-таки образом. Целым образом. Вот. Хотя, конечно, все равно отдают предпочтение почему-то на маленьких участках сделать из крупных бетонных плиток для мощения. Весьма грубые дорожки бросились в глаза. И процент, хоть и полагается, вроде как по книгам, там чуть не 20% в территории замащивать, чтобы было эргономично. Вот. Я совершенно не склонен предполагать, что это так. Вот. И вот тенденция, что надо много-много замастить и не дай бог наступить на собственном участке на сырую землю, матушку. Есть такая тенденция людей. Вот. Ну, в общем, в целом так. Поставил много хороших оценок, ни одной пятерки, поскольку почему-то нет ни одной, ни маленькой оценки, ни одной и очень большой. Но вот произвел впечатление человек, автор из Беларуси, Бек Алекс. Вот. Произвел впечатление. И почему-то я ему водоем поставил больше всех. И еще что-то такое. Детали. Садовые детали. Да, 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 да. Садовые детали. Вот. Согласился с Павлом насчет коробки Людмилы. Вот. Потом хочу отметить центр детского творчества. По деталям садовым, по цветникам. С образом сада. Вот образ сада показалось, что номинация не очень разработанная в этом году. Как-то она... Стильного сада, в общем, как бы не нашлось. Сады хорошие. Но вот насчет стиля... Да? Да? Точка. Спасибо. Мне хочется сказать несколько слов по поводу нашего собрания сегодняшнего. В жизни каждого человека бывает, ну там, первый класс, первое сентября, первая учительница, первая любовь. В жизни людей, которые любят сад, бывает первый журнал. И таким первым журналом, которого мы полюбили, которому мы стали доверять, который объединил нас, таких разных и в то же время очень интересных людей, был наш любимый журнал «Вестник цветовода». И именно благодаря верности этому журналу мы все здесь сегодня собрались в этот, в общем-то, будний занятой сейчас очень страдой для нас день. Вот мы собрались, чтобы обсудить результаты этого конкурса, поделиться какими-то своими новостями. Поэтому еще раз большое спасибо. Теперь уже портал «Вестник цветовода» и надеемся на дальнейшую дружбу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин